Я думаю, что сегодняшнее кино... Ну, вот у нас так устроено в России, что какие-то такие вот скетчи, какие-то КВН-овские дела, которые, кстати, уже достаточно давно вчера, не знаю, там, или там, не знаю, реванши каких-то там, да, ремейки каких-то фильмов, ну, вроде как, которые предрасположены на какое-то такое легкое ха-ха-ха-ха. В общем-то, кино наше вышло на какую-то кассу, более-менее. В общем-то, есть успешные кинопроекты. Но по качеству совершенно, это совершенно полный кошмар. Возвращаться к нашему хорошему отечественному кино, я думаю, что мы, во-первых, раз не сможем, в другое уже время раз. Потому что уже не о чем, собственно говоря, снимать. Есть очень мало тем. Хороший сценарий – это как бриллиант, драгоценность, его не найдешь. Да и к тому же, вот делать фильмы, там, не знаю, то, что сделал Гайдай, или, я не знаю, либо Дорчук, или, я не знаю, там, или, да кто угодно. Абсолютно, это мы просто не сможем, потому что уже, мы уже дышим по-другому, бегаем по-другому, просто, да, любим по-другому, мы все знаем уже совершенно по-другому. Поэтому, не знаю, я считаю, что достаточно, есть какой-то большой тупик. Вот, авторское кино, оно, оно всегда присуще, но у нас авторское кино, оно очень страшно, депрессивно и, собственно говоря, неинтересно. Может быть, единственное, кто делает неплохое кино авторское, которое не особо грузит и без чернухи, это Звягинцев. Но и то это сложно, но это будет ближе к Тарковскому и так далее. Я считаю, что у нас большой-большой тупичок, то есть тем особых нет, комедии у нас на уровне КВНа, сериалы у нас все про бандитов, про убийства, авторское кино у нас слишком чернушное. То есть есть избранные режиссеры, они будут делать это всегда, это кино, как Кира Муратова, как, да, как очень многие люди, они всегда будут делать это кино, которое мы будем смотреть. Но это не попило фильм, а чтобы сделать хорошее коммерческое кино, у нас пока мозгов не хватает, пока мы смеемся над золотыми яйцами.